Друзья, я всех рад приветствовать! Мы находимся в BMG Drive и вот наконец-то пришло долгожданное лето. И от осознания того, что оно только лишь начинается, становится радостно на душе. Ведь каждый из вас понимает, что скоро будет лежать на вот этом тёплом, прекрасном песочке, смотреть на воду, купаться в этой тёплой морской или речной воде. Неважно, самое главное, что пляжный сезон, друзья, уже не за горами. Но даже если вы и отдыхаете на пляже, всегда, друзья, помните о безопасности. Ведь откуда-то издалека может что-то угрожать в виде, допустим, танкера. Здесь сейчас прекрасно, друзья. Чайки поют, все люди отдыхают. У нас несколько десятков людей, парочки здесь загорают, здесь на матрасиках лежат, плавают на матрасиках. Вы посмотрите только, это мечта. Это мечта для тех, кто отработал весь год, для тех, кто отучился весь год. Это мечта для всех, друзья, нас. И здесь идиллия. Здесь вот, допустим, бандиты приехали, в Чурчхелы торгуют. Здесь у нас туалетик и... не пустой, я скажу. В этом туалетике тот, кто эту Чурчхелу съел. Бывает, бывает. Здесь у нас инвалид тоже решил приехать. Правда, застрял немножко в песочке, не может выехать. И в целом ситуация хорошая. Чижик тоже здесь. И я приехала просто лишь посмотреть на БМВ. Здесь приехали красиво полюбоваться этими всеми видами пляжными. Но даже никто не подозревает, что через несколько секунд здесь произойдет настоящая трагедия. А все потому, что потихонечку танкер неуправляемый приближается. И как бы, друзья, это страшно не звучало, но капитан этого танкера немножко задремал. Ну, можно его понять. Хорошая погода, теплая, хочется немножко вздремнуть. Конечно, хочется это сделать на пляжике, но он сделал это у себя в кабине. Но его танкер несется прямо на этот пляж. Со скоростью более 30 км в час. И неизвестно, на что этот танкер способен. Возможно, он не представляет угрозы и просто оттолкнет обитателей этого пляжа. Оттолкнет вещи, машины, все что угодно. И насколько он вообще сможет пройти. И так, друзья, скорость, как я сказал, уже чуть выше 30 км в час. Первый удар происходит. Скидывает. Второй тоже удар есть. Скидывает двух отдыхающих с матрасов. Но вроде бы это не смертельно. Для них, а вот для тех, кто лежал на пляже, их начинает зажевывать. Их начинает зажевывать. Танкер останавливается. Мячиком придавливает того, кто сидел на матрасе. Явно это не смертельно. И человек из туалета, представьте, выйдет. И обнаружит, что перед ним припарковался танкер. Это невероятно. А вот кто был на матрасах, к сожалению, утонули. Но если бы плавать они умели, по идее, они бы тоже не погибли. Мы вообще имеем погибших? Скажите мне. Немножко, потому что подвинуло только отдыхающих. Все остальные прям живы и здоровы. И проблем никаких не имеют. А вы знали, что помимо BMG Drive, одной из моих любимых игр является GTA? А именно, криминальная Россия на серверах Радмира. Я играю здесь уже 7 лет, и это без преувеличения. Ты можешь убедиться в этом, посмотрев мои ролики по этой игре. А еще лучше, если ты присоединишься ко мне, и мы рано или поздно с тобой обязательно встретимся. Тебя ждет большой открытый мир, где ты сможешь прожить свою вторую жизнь. Попробуй выжить в условиях криминального мира. Здесь ты точно найдешь для себя любимое занятие. Начинают рыбалки и охоты, которые не менее опасны, чем криминальные районы. До владения собственным бизнесом или управления верхушкой власти. Да, скорее всего, ты начнешь с проживания в дешевом отеле. Но закончить можешь с несносными богатствами. И почувствуешь, что такое по-настоящему богатая жизнь. И поверь мне, здесь есть куда потратить деньги, сколько бы у тебя их не было. Обязательно регистрируйся по моей ссылке в описании. Ведь именно это даст тебе от меня 75 тысяч рублей и 3 дня золотого вип-статуса. Это очень облегчит твою начальную игру. Ну а если ты уже в игре, то вводи через меню мой промокод МАКДИПСОЛИДНО. Буду очень рад видеть тебя. Приятной игре. Я бы вообще сказал, что, возможно, все закончилось даже и без жертв. Учитывая, если бы умели плавать ребята на матрасах, ну, немножечко, там буквально сдвинуло парочку. Это не беда. Вот 30 км в час, я скажу, что это полная ерунда. То есть это не так страшно. Белег очень быстро останавливает. Но теперь, друзья, скорость возрастает. И становится в два раза больше. Теперь скорость 65. И вот здесь, мне кажется, уже будут настоящие последствия. Танкер очень большой. Вот этому слева всегда, конечно, везет. Но удар на 65 уже серьезный. Вот это уже, возможно, смертельный удар. Вот это уже точно смертельный удар, как я полагаю. И, по-моему, он идет прямо на туалет. Но ведь он даже не подозревает, что происходит. Разрывает на части туалет. Еще и попадает инвалиду при этом. Частями этого туалета. Причем танкер конкретно инвалида разворачивает, но живой. Остается живой. Вопрос, живой ли тот, кто сидел в туалете, есть подозрение, что тоже остался жив. В нескольких сантиметрах от бандитов. Буквально в нескольких. Но при этом... Ого! А вот это, друзья, интересно. Буквально плечо подвинул танкер. Огромный, гигантский. Таких размеров чуть-чуть подвинул плечико. Представляю испуг. Я представляю испуг. Но вот этим, опять же... А, у нас тут, смотрите-ка. У нас резкий подъем идет. Вот почему такое быстрое, резкое торможение. И, по идее, если бы он немножечко влево пошел, то ребята эти бы не были бы придавлены. Они бы были вот в этой вот подушке безопасности такой некой. В кармане безопасности. Но благодаря такому резкому, крутому берегу, танкер даже на скорости 70 почти километров в час довольно-таки быстро остановился. Но делов уже натворил, конечно. Ну, давайте, друзья, объективно. Мы знаем, что данный танкер ходит со скоростью около 40 километров в час. И для большинства на пляже это угрозы не представляет. Но вот кто плавает рядом с берегом, вот это уже действительно угроза. А сейчас скорость танкера, извините, составляет... Так, более 110 километров в час. Вот отсюда это выглядит уже вот страшненько. Вот отсюда ты все понимаешь вообще суть последствий. Здесь он уже плывет немножечко. Видите, опять же, каждый сантиметр. Левее и правее меняет ход событий и попадает у нас... Ё-моё! Вот это неприятно! У него еще голова свисает. Ё-моё! Его просто раздавает. Он не успел даже проснуться. И не успел... Одни ноги остались. Ноги одни торчат и их сейчас зажует. Все, вот это, друзья, страшная смерть. Трагедия на пляже называется. Танкер на огромной скорости продолжает снестись дальше. Даже боком цепляя матрасы, он убивает моментально. Все, там тоже второй у нас погибает, к сожалению. Выходит на пляж и... Мне страшно становится, друзья. Главное сейчас за всеми событиями уследить. Туалет! Туалет! Ё-моё! Люди полетели! Все! Машины полетели! Ё-моё! И дальше продолжим! Инвалида заживала тоже! Все, вот это трагедия! Дальше! Куда ты пошел дальше? Ты что, к отелю что ли забрался? Обалдеть! Вы представляете, сколько он весит? Этой скорости достаточно, чтобы... Просто за пределы пляжа уже выйти! Вот это, я понимаю, трагедия! Мы еще... Мы не успеваем, к сожалению, уследить за всеми событиями. Но мы сейчас посмотрим. Сейчас пыль развеется! Пыль вот эта вот вся развеется страшная! Ё-моё! Вот это последствия! У нас Х6 занижен стал! Очень занижен! Мне даже страшно дальше, друзья, смотреть, что случилось. Я за всеми, к сожалению, не мог одновременно уследить. Туалет разорвало. Непонятно, где человек, который сидел в этом туалете. Непонятно. Вот здесь лежало множество людей. Я бы хотел посмотреть, есть ли кто-то из них живой здесь? Ё-о-о! Боже! Просто его... Я не знаю, друзья, по нему проехались, понимаете? Его размяло, как тесто какое-то, я не знаю. Обалдеть! Вот этому человеку не повезло больше всего, наверное. Хотя, возможно, не повезло тому, кто на матрасе был. Не знаю, это еще надо под... Да ё-моё! Картина просто страшная! Его танкер на нем, на голове лежит просто танкер, чтобы вы понимали. Его придавило здесь между лестницей танкером. Ужас! Это просто ужас. Чижик! Даже Чижик у жопу порвало! Ё-моё! Ну как же так-то? Инвалидное кресло тут все... Просто все в смятку. Просто в смятку, друзья. Вот это я называю жесть. Вы понимаете, что на такой скорости, вы посмотрите, он практически полностью вылез из воды. Еще бы чуть-чуть, он вообще бы врезался в отель. А что у нас с бандитами? Бандиты у нас живые! Целые! Но машину, заметьте, на какое расстояние отбросило и насколько она серьезно пострадала. Это всего лишь был удар. Удар и машина отлетела. Но по итогу, картина невероятно страшная. Невероятно страшная картина. Так, а это кто у нас? Я надеюсь, ты тот, кто сидел в туалете. В этом случае, скорее всего, он остался бы живым. Ну что? Вот это, друзья, я называю смертельный отдых. Это реально смертельный отдых. Вот здесь уже последствия. Те, кто был по сторонам... Здесь у нас, по-моему, дальше плавает. Он даже не проснулся. Он даже не проснулся. Он не услышал. Он спит. Здесь, ребятам, повезло. Кстати, это тот человек, который на матрасе сидел. Это он сейчас выкатился уже. Он скатился вниз. Вот его рука. Сидел на матрасе, загорал. В итоге вот во что превратился. Эти тоже спят. Им ничего за сегодня вообще не было. Ну и... Ребят, на шезлом прям улетел. Что-то с ногой у него прям печально здесь. Слушайте, ну очень много пострадавших. Много погибших. И все из-за капитана, который решил немножко вздремнуть. Высотой практически мы с половину этого отеля. А собираетесь ли вы, друзья, в этом году на пляж? Если собираетесь, то вспомните, когда вы ступите на этот песочек. Вспомните, что такое может произойти. Мы идеально сымитировали ситуацию, которая вполне реализуема. И очень опасна. Поэтому будьте внимательны. И не забывайте поддерживать этот ролик своим лайком. А я же каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok